С 11 апреля в Саратовской области ввели запрет на посещение кладбищ за исключением случаев оказания услуг по погребению. Эти меры приняты на основании предписания регионального Роспотребнадзора и постановления областного правительства. Понимают необходимость таких ограничений и в Саратовской епархии. Так верующих просят воздержаться от посещения храмов, а также кладбищ. Это связано не с уставом церкви, а с тем ситуацией, которая связана сейчас с эпидемией. Пожалуйста, можно всё это перенести. У нас и владыка митрополит обращался, и наш правящий архиерей, владыка Пахомий, тоже обращался к людям с просьбой перенести визит на кладбище. Но скоро Пасха, а также Радоница и Балаковцы уже в минувшие выходные устремились на кладбище, чтобы привести в порядок могилки умерших. По традиции, причём возникшие в советские времена, именно на Пасху сюда приходят помянуть близких, оставляя на погосте куличи и крашеные яйца. И настоятель Свято-Троицкого храма отец Амвросий призывает не делать этого, тем более в период пандемии коронавируса, а дождаться Радоницы. Если же ограничения не будут сняты к этому времени, то следующее поминовение будет совершаться в Троицкую родительскую субботу, которая в этом году приходится на 6 июня. Церковь никогда на Пасху не призывала людей ходить. У нас есть 7 родительских дней, Пасха сюда никогда не выходила. Родительские дни – это мясо пустное, вселенское – это 3 субботы Великого Поста, это Радоница, которая 9-й день после Пасхи, это Троицкая родительская суббота и Димитриевская осенью родительская суббота. Пасха – праздник несовместимый, это символ победы над смертью. И то, что в последние десятилетия это стало таким обычаем, это наследие советского периода. Церковь никогда не благословляла в этот день посещение кладбищ. Храмов, да, кладбища нет. Священнослужители также просят воздержаться и от посещения храмов в период ограничительных мер, в том числе и на Пасху. Так, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, миряне могут осветить куличи, Пасхи и яйца дома, совершив соответствующий обряд. И многие балаковцы прислушиваются к этим рекомендациям. Нет, людей очень мало. Видите, если вы заходили в храм у нас, людей очень мало. Ну, храм открыли для всех, единицы приходят. Но не стоит забывать, что Пасха – это праздник радости, который символизирует победу жизни над смертью. Поэтому встречайте его с добром в сердце, спокойно и терпеливо перенося временные трудности. Субтитры создавал DimaTorzok